Книга «Открытый моком» 23 том, тема крещения, вопрос 3531. «Слышал, что весьма успешно ведут миссионерскую работу священники, крестя тысячами людей. Как они успевают обращаться только души? Нельзя ли у них поучиться этому великому благому поистине апостольскому делу?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Если учиться у православных священников, то только от обратного. Смотри и делай совершенно наоборот, чтобы получить похожее на евангельское. Надо бы сначала благовествовать, рассказать о Христе, чтобы люди охотно приняли благую весть, поверили, что за каждого из них умер на Голгофском христе и с ним Спаситель Иисус Христос». Деяние 2.41. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. В таком же духе трудился и диакон Филипп. Проповедуя о Христе и уже после уверования люди принимали святое таинство крещения. Освящающая благодать крещения преподавалась никак не раньше благодати призывающей и благодати обращающей, как учил Феофан Затворли. Деяние 8.12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. При прощании со своими учениками воскресший Господь дал очень четкую программу, как нужно приводить людей в Царство Небесное. Те, кто будет вначале учить, а уж потом крестить, получили обещание, что с ними будет Иисус до скончания этой временной жизни. И это единственная истина. Аминь. Матфея 28.19. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. И крестили в воде в полное погружение. Но сначала нужно было человека убедить, что предсказанный ороками Мессия был именно Иисус, которого народные учителя, церковники не приняли, а распяли, дерзко надругавшись над ним. Деяние 8 стихи из 36 по 38. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евну сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца можно, он сказал в ответ, веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал остановить колесницу, сошли оба в воду. Филипп и Евну хокрестил его. Бездуховное механическое крещение ничего, кроме ложного упования, не дать вала и дать не может. Нужно, чтобы Дух Святой коснулся души, чтобы душа та отдалась на служение Богу истинному. Деяние 10.47. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? О семени божественной проповеди обращались и начальствующие, добровольно отдаваясь на служение Христу. Деяние 18.8. Крест, беженачальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Греки принесли на Русь не евангельское христианство, а замшелое, полудикарское преклонение пред святынями, зачастую весьма сомнительного происхождения. Это они продолжают делать и сейчас, приводя сюда мощи, то голову, то руку, то частицу от какого-то якобы святого. Крещение сегодня очень часто вовсе и не крещение, а лютая пропанация крещения, когда нет ни уверования, ни истинного погружения в воду. Попы все умеют крестить и уверены, что для этого их Бог поставил священники. А вот апостол Павел иначе понимал свою миссию. 1 Коринфянам 1.17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать премудростью слова, чтобы не упразднить креста Христовым. Притом после крещения знали, что они уже во Христе. Что знает сегодняшний отходящий от полпустой чаши с водой, заплатив сотню рублей за лыжекрещение? В Галатам 3.27 все выходы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Прочтите небольшую заметку в местной газете, и вы поймете, что рожденные свыше священнослужителей никогда бы не пошли на эту вантюру. Они же ни одного часа с людьми раньше не беседовали, не встречались с ними до пляжной встречи, не просветили их светом евангельской проповеди, но, идя на реку, попы уже заранее обдумали погибельный план своих действий, как людей замануть в храм. Даже если и без пострижения, без миропомазания, то с кулебяками, эту авантюру на чесноковке, для того, чтобы потом, вот через объявление, люди все равно пришли бы. И вот пытаются завлечь людей в храм, им не Христос показан, а храм. Задача привести всех женщин и к коне, где изображены валяющиеся куски мяса от порубленных иродом младенцев, и убедить, что здесь абортницы получат облегчение и прощение, и, конечно же, замзу, которую любая женщина совершенно добровольно вложит в храм. Крещение на берегу реки. Как помнят наши читатели, в середине июня газета публиковала объявление о том, что 20 июня в пойме реки Чесноковки в 9 часов будет совершено Таинство Крещения. Приглашены были все, желающие принять веру православную, веру отцов наших. Субботнее утро 20 июня выдалось солнечным, теплым, и более 1100 человек без предварительной достаточной подготовки в вопросах веры, но, сознавая глубину своих православных корней, пришли на берег реки, где и приняли Чин Крещение. Это вы видите на снимке. Сам Чин Таинство Крещения совершали в годах реки Протеерея, Святого Георгиевского храма, отец Михаил Погиблов и отец Александр Липовцев. Тех, кто не завершил Таинство Крещения миропомазанием и пострижение волос, а также матерей, крестившихся, которые не получили молитву, приглашают в Свято-Георгиевский храм в любой день с 10 до 14 часов. Добавим также, что нынешнее Таинство Крещения на реке не первое и не последнее в нашем городе. Минувшим летом здесь дважды проходил Чин Таинство Крещения по 20-30 человек. Очередное Таинство Крещения для желающих принять веру в православную в водах реки намечено провести через месяц. Фото и текст В. Полянина. Наш Новолтайск. Суббота, 27 июня 1998 года. Номер 103, 9006. Число 8.1. И сказал Господь Аарону, «Ты, сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты, сыны твои, с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Иеремия, 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Как мало слышали о Боге Саваофе, почти что ничего о разуме владыки ему поют Синай, Фавор, Голгофа. И что произошло у этих горностыки? История, зовем мы промежутки, заполненные кровью и развратом, читая Библию, представить жутко и ничего не разыграть обратно. Уже в раю такое своеволие ползучий гад шипел, не промахнулся, и от блаженства жалкие осколки. Давид и это приспособил гуслям. Потоп, смешение языков, наречий, избрание народа в Аврааме, и снова нам похвастаться здесь нечем, все тоже торжеще еще в едином храме. Скрепит пером отшельник по неволе, не соблюдавший точек запятых, все согрешили. Сидя на осколках, не помогли ни жертвы, ни посты. Тысячелетия эпохи в кутерьме найдутся ездры, книжники в плену. Путь Господу укажется прямой к таким вождям, как правило не льнут. Пророки древние в наследственной плеяде росли в глуши, столицы пробирали, гремели, обличали. Названия, не глядя, без жалостных глаголов всегда таилась жалость. Во свете тамошних обид и поражений надежда теплилась малюсенькой звездой. Не лилии в венке, а венок из тернии шли в неизвестность, как шахтер в забой. Бог Саваов, воитель, сон мосил, держащий страхи всех расперепевших. В новозаветный свет сознание нам сместил. Прозреть пора пришла душе ослепшей. 28 октября 2007 года Игнатий Лапкин Продолжение следует... Продолжение следует...